Кроме этого, также выбери ту модель прогнозирования, которая тебе больше подходит. И ориентируйся на эту модель для того, чтобы понять, сколько эфиров тебе нужно накопить, чтобы выйти на эфириумную пенсию. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Все мы хотим уйти на отдых и сделать это как можно раньше. И есть несколько вариантов, как этого можно достичь. Можно, например, заниматься любимым делом, и тогда ты никогда не будешь работать. Но по секрету скажу тебе, как человек, который занимается любимым делом, я все равно иногда устаю, выкипаю, а мозги вытекают в трубочку. Поэтому в сегодняшнем видео мы поговорим совершенно не об этом. Я расскажу тебе, как уйти на эфириумную пенсию уже на протяжении следующих 10 лет. Я буквально сделаю структурную презентацию по количеству эфиров, которые тебе нужны для этого. Дам 4 метода предсказания цены эфира и расскажу конкретно, какие страны на этой планете лучше всего подходят для того, чтобы выйти на эфириумную пенсию. К примеру, если ты хочешь выйти на пенсию на Бали, я скажу, сколько эфира тебе для этого нужно. Для России, Украины, Беларуси, Казахстана и остальных постсоветских республик это тоже подходит более чем. Когда ты досмотришь это видео, ты будешь знать, сколько тебе нужно, чтобы чувствовать себя хорошо на пенсии в своей стране. Или, может быть, ты захочешь переехать на пенсию в одну из тех стран, которую я назову. Я думаю, это получится хорошее видео, но еще я говорю, что этот ролик не является инвестиционным советом. Думаю, ты это прекрасно понимаешь. Также все мои расчеты сделаны только лишь на основе математических вычислений. Когда-то у меня был целый ряд видеороликов с математическими прогнозами различных криптовалют. И вот я решил сделать что-то подобное с эфиром. Но для начала, Боб Лукас, известный трейдер, написал в Твиттере, сидеть в большом профите еще сложнее, чем переживать за большой минус. Подавляющее большинство выходит слишком рано. Взять максимум от рынка смогут лишь единицы. И именно поэтому я не могу тебе обещать, что ты возьмешь максимум от этого рынка. Но зато могу обещать, что в своей группе я дам тебе лучшую аналитику и проекты с потенциалом на 100 иксов. Также дам лучшее обучение по трейдингу, которое позволит выстроить стратегию торговли. А дальше? А дальше все зависит только от тебя. Один человек взял от рынка 2 икса, ему будет достаточно. Другой 5 иксов. А кто-то, степив зубы, будет сидеть на руках и терпеть прибыль до максимума. Я дам инструменты и передовые знания. А дальше все зависит только лишь от тебя. Единственный набор в 2021 году будет длиться еще 4 дня. Вступить можно по ссылке в описании. Если есть вопросы, напиши мне в телеграм, ссылка на него тоже будет в описании. Итак, мы начинаем приключение с термина, который носит название доминирование эфириума. Это очень важно для первой модели прогнозирования цены эфира. Давай пройдем через это вместе, прямо сейчас. В декабре 2020 года доминирование эфириума составляло 15% от рыночной капитализации биткоин. Сейчас же эта цифра доросла уже до 24%. Это очень важно, запишем эти цифры. Еще один очень важный показатель. Это соотношение эфириума к биткоину. То есть цена эфириума, выраженная в биткоинах. От показателя 0,02 в декабре 2020 он вырос почти к 0,04 сейчас. Это говорит о том, насколько эфириум был недооценен в данных временных рамках. Я предпочитаю учитывать подобные паттерны и показатели соотношений для принятия своих решений. Таким образом я обнаружил тот факт, что эфириум потерял природный баланс с биткоином. И именно поэтому эфир занимает второе место в моем портфеле после биткоина. Давай быстро поймем разницу между биткоином и эфиром. Как все мы знаем, биткоин это цифровая валюта и средство сбережения. Даже некоторые институционалы наконец признали его таковым, сделав резервной валютой своей компании. Например, микростратеджи. Эфириум это токен, который упрощает взаимодействие и использование смарт-контрактов. Старт биткоина был приблизительно в январе 2009-го, а эфириум стартовал в июле 2015-го. Что мне нравится у биткоина, это ограниченное предложение. Может быть всего лишь 21 миллион монет, из которых 4 миллиона уже потеряно. На данный момент намайнено немного больше, чем 18,6 миллиона монет. Ты наверняка уже это все слышал. У эфириума же нет ограниченного предложения. Об этом мы поговорим позже. Это небольшая часть истории, которую тебе нужно знать, ведь эти отличия достаточно важны. Одна из вещей, которая делает меня очень позитивно настроенным в отношении эфириума, это его невероятная мощная партнерская сеть. В дополнение к этим крупным компаниям, которые вы сейчас видите у себя на экране, есть новые группы и организации, которые каждый день присоединяются к эфиру. А также и гигантские корпорации, такие как Visa, находятся в плотном партнерстве с тем же эфиром. Так что эфириум не только имеет больше всех разработчиков, у него также самый мощный набор партнеров во всем пространстве. Есть еще один важный момент. Цифровые валюты центральных банков или CVCB. Причем тут они вообще? А при том, что им нужен блокчейн для функционирования. И блокчейн эфириума подходит для этого. Мы говорили не раз о блокчейнах XRP и Stellar, но и на эфириум некоторые банки тоже посматривают. Представь себе, что ты независимое государство и хочешь запустить собственную цифровую валюту центрального банка. Тебе точно нужна будет платформа для этого. Например, такая как эфириум. Насколько я знаю, многие страны сейчас проводят исследования этих технологий и конкретно изучают, какую же именно платформу им использовать для того, чтобы запустить цифровую валюту центрального банка. Теперь давай поговорим о предложении эфириума. Оно имеет сильную связь с экономикой, а предложение и спрос – это два критически важных параметра. Так что нужно быстро пройтись по существующему предложению наших криптовалют. Предложение эфириума. Его капитализация на данный момент – 206 миллиардов долларов, а цена – 1800 долларов. При этом монет в обращении 115 миллионов. Существенно больше, чем даже самое максимальное предложение биткоина. Каждые 15 секунд майнятся еще два эфира. Это достаточно много. Получается, что за год прибавляется 4,2 миллиона новых эфиров. Правда, сейчас уже говорят о том, что предложение эфириума скоро ограничат. Но пока что официальной информации такой нет. Хотя, конечно, уже летом будет запущено обновление, которое сжигает часть комиссионных эфириума при транзакциях. Это обновление еще не запущено, но уже встречено неоднозначно. С одной стороны, это увеличивает дефицит эфира, с другой стороны, майнеры остаются недовольными. Возможно, мы даже увидим хардфорк эфира из-за этого. Но это тема уже для отдельного видео. Сейчас же для модели прогнозирования цены эфира, которую я все это время тебя веду, очень важно точно знать, как много будет существовать монет эфира, для того, чтобы я мог сделать предположение цены к 1230-му, хотел сказать, к 2030-му году. Если мы учтем ежегодную прибавку новых эфиров, основываясь на том, что каждые 15 секунд появляется 2 новых эфира, и умножим это на 10 лет, К концу 2021-го года предложение будет в районе 115 миллионов. К 2030-му году предложение вырастет до 152,5 миллионов монет. Сегодня я стараюсь быть максимально консервативным при предсказании цены, поэтому я лучше немного занижу эти цифры, чем буду называть астрономические, как это делают некоторые. О, эфир будет стоить 50 тысяч долларов уже в марте. Сегодня это не мой стиль. Что я делаю в моей модели предсказания цены? Я смотрю на целую кучу различных прогнозов, которые говорили самые топовые аналитики индустрии. В том числе и Рауль Пауль, который говорит, что в этом цикле эфириум вырастет до 20 тысяч долларов. Или же, например, закон Металкафа, о котором мы уже говорили в некоторых видео, он тоже предсказывает рост эфириума до 20 тысяч долларов. Короче говоря, берем все эти предсказания всех этих топовых аналитиков, и рисуем тренд-лайн, который приводит к тому, что к 2030 году эфириум будет стоить 12 800 долларов. Это и есть первая модель прогнозирования цены эфира. Вторая модель предсказания основывается на доминировании эфириума. Многие люди верят, что эфир может набрать 33% от капитализации биткоина, а сам биткоин к 2030 может стоить 500 тысяч долларов. Посчитаем рыночную капитализацию для таких условий и приходим к тому, что капитализация биткоина будет в районе 10,5 триллионов долларов. Если доминирование эфириума составит 30% от капитализации биткоина, то его капитализация составит около 3,5 триллионов долларов. Как мы уже посчитали, к 2030 году предложение эфириума составит 152 миллиона монет, что дает нам цену за один эфир в районе 23 тысяч долларов. Это второй прогноз цены эфириума, исходя из математической модели на основе доминирования. Достаточно простая математика. И третья модель говорит нам о том, что пик эфириума составит 10% от стоимости биткоина. Если мы возьмем сегодняшние показатели цены, то есть эфир по 1800 долларов и биткоин по 55 тысяч, то соотношение составит 0,033. Многие говорят, что этот показатель может вырасти до 0,1. Почему? Потому что на пиках предыдущих циклов эфириум достигал именно таких отметок. И если предположить, что это случится снова, а цена биткоина в 2030 будет 500 тысяч долларов, то это означает, что биткоин будет равняться 10 эфирам, а значит один эфир будет стоить около 50 тысяч долларов. Это была третья модель. Давай подведем быстрый итог по этим трем моделям. Первая модель это 12 тысяч 800 долларов. Вторая модель это 23 тысячи долларов. И наконец третья модель это 50 тысяч долларов. В среднем это 28 тысяч 600 долларов. И это четвертая модель, которая представляет собой среднее значение от трех моделей, которые мы только что рассмотрели. Это очень важная модель, поскольку независимо от того, какую модель ты предпочитаешь и хочешь использовать, она дает усредненную цифру. Не забывай, что это не инвестиционные советы, а только лишь математика. Итак, перейдем к самому сочному. Но сначала, но сначала хочу напомнить тебе о таком человеке, как Чамат Палихопития. Потому что совсем недавно он предупредил всех о том, что эфириум упадет до нуля. Это большое предупреждение от него, но пожалуйста, досмотри это видео до конца, и я расскажу, почему этого не случится. Итак, наконец, самая сочная часть этого видео, которая и стала причиной такого названия этого ролика. Выйти на пенсию из-за эфириума до 2030. Если тебе сейчас 20, то в 29 ты уже сможешь отдыхать. Если же 30, то на пенсию ты выйдешь не позже 40. Не это ли называется мечтой? Так вот, что было сделано. Мы проанализировали индекс стоимости жизни раз, покупательную способность два и среднюю зарплату три. Примерно в сотне стран. Мы могли ошибиться и, наверное, не раз, но все-таки мы выбрали самые лучшие страны и самые лучшие места в этом мире, где люди хотели бы провести свою жизнь. Короче, такие места, куда хотелось бы убежать на пенсию. Но не думай, что для тебя эта информация будет бесполезной. Наоборот, это очень полезная информация, которую ты сможешь использовать в любой стране этого мира. Что мы сделали дальше? Мы использовали... Что было сделано дальше? Мы использовали различные ценовые модели и определили, сколько нужно денег, чтобы выйти на пенсию в этих местах и странах и жить там абсолютно свободно и без проблем. Давайте детально рассмотрим эти исследования. Начнем с Каймановых островов. Почему именно они? Во-первых, это самое дорогое место для жизни. И во-вторых, там живет Рауль Паль. Он говорит, что эфир вырастет до 20 тысяч долларов уже в этом году. Так что я нашел логичным начать именно с этого места. Теперь будет сложно, но мы попробуем разобраться. Как мы уже сегодня говорили, есть 4 модели для прогнозирования цены эфириума в 2030 году. От этого мы и будем отталкиваться. Также для каждой отдельной страны я взял средний ежемесячный расход, который индексируется на 1% в год из-за инфляции. И консервативно предположил, что цена наших эфиров будет повышаться на 3% в год. Хотя, скорее всего, эта цифра будет намного больше, но возьмем 3%. Временной период я взял с 2030 по 2055 год, то есть 25 лет. Учитывая все это, месячные расходы на простое проживание на Каймановых островах сегодня составляет 7 322 доллара. Опять же, это в среднем. Кто-то может и миллион за месяц потратить. Конечно же, мы не берем во внимание налоги, предположим, что это уже после налогов. Человек не работает и находится на пенсии. Для меня будет очень сложно считать для каждой страны налоги, поэтому, если ты хочешь их считать, возьми ставку в своей стране и посчитай. В разных странах налоговые ставки разные. Суть этой математики заключается совершенно не в этом, а в том, как много эфира тебе нужно, чтобы генерировать 7 322 доллара в месяц. Простыми словами, сколько нужно иметь эфиров на балансе, чтобы каждый месяц снимать 7 322 доллара своей эфириумной пенсии. Итак, для Каймановых островов, чтобы жить на пенсии, нужно 129 эфиров, если ты будешь прогнозировать цену эфириума по первой модели, 72 эфира, если по второй, и 54, если по третий. В среднем получается 85 эфиров. Вот столько эфиров нужно, чтобы жить, не работая в самом дорогом месте на планете. Вторая страна – это, конечно же, Соединенные Штаты. Методика вычисления абсолютно та же – индексы стоимости жизни и сколько нужно будет для выхода на пенсию. Для простой жизни в США тебе нужно генерировать 5 488 долларов в месяц. Это не значит, что ты сможешь жить на Манхэттене или в Сан-Франциско. Нужно будет подыскать место подешевле – Аризона, Невада или что-то типа того. Эта сумма покроет еду, аренду жилья и базовую медицину. Если ты придерживаешься первой модели прогнозирования цены эфириума, тебе понадобится накопить 96 эфиров, чтобы генерировать 5 488 долларов в месяц. Соответственно, 54 эфира, если по второй модели, и 22 эфира, если по третьей. В среднем 41 эфир. Чтобы уйти на пенсию в США, тебе нужно в два раза меньше эфиров, чем на Каймановых островах. Третья страна – это Австралия. Для простой жизни в этой стране нужно 5 300 долларов. То есть 92 эфира, если ты действуешь по первой модели, 51, если по второй, и 21 эфир, если по третьей. В среднем 39 эфиров. Следующая страна – самая дружелюбная для криптовалютных энтузиастов. Это Португалия. Она считается одной из лучших стран для криптовалютной пенсии. Это дружелюбная криптеюрисдикция, без налогов, небольшие расходы на жизнь, отличное здравоохранение. Эта страна очень привлекательна для криптоэнтузиастов, которые ищут место для пенсии. Для жизни в Португалии нужно 4 000 долларов в месяц. То есть 70 эфиров по первой модели, 39 эфиров по второй или 16 по третьей. Именно столько эфиров нужно накопить, чтобы в итоге выйти на пенсию в 4 000 долларов в месяц в Португалии. В среднем это 29 эфиров. Панама – очень близкая к Португалии страна. Тоже около 4 000 долларов в месяц. То есть нужно накопить 68 эфиров, если ты придерживаешься первой модели, 38 – второй и 16 – третьей. В среднем это тоже 29 эфиров, как и в Португалии. А дальше идет страна, которая очень популярна у американцев для пенсии. 3 500 долларов в месяц. Именно столько нужно получать для комфортной жизни там. То есть нужно накопить 62 эфира по первой модели, 34 по второй или 14 по третьей. В среднем 26 эфиров. Малайзия – страна с очень хорошими стандартами для жизни. При этом достаточно дешевая. Нужно получать 2900 долларов в месяц, что от 51 до 12 эфиров для накопления. В среднем получается 21 эфир. Мексика – еще одно популярное место. Здесь нужно 2700 долларов в месяц. То есть нужно накопить от 11 до 48 эфиров. В среднем 20 эфириумов. И теперь самые дешевые страны – Колумбия. Нужно 1900 долларов в месяц. Для того, чтобы генерировать такую сумму, нужно накопить от 8 до 35 эфиров. В зависимости от того, по какой модели ты прогнозируешь цену эфира. В среднем это получается 15 эфиров. Индонезия. Наверное, одно из самых популярных мест в мире. Здесь нужно всего 1750 долларов в месяц. Для того, чтобы получать такую сумму в месяц, нужно накопить от 7 до 31 эфириума. В среднем 13 монет этой криптовалюты. Ну и последняя страна для примера – это Индонезия. Здесь нужно получать 1600 долларов в месяц. А накопить нужно в среднем 13 эфиров. Для русскоязычных стран я решил эти анализы не делать. Ведь, по-моему, я и так дал целую кучу информации. Ты можешь вполне оценить, какую пенсию ты себе хочешь. Если хочешь 1600 долларов, бери во внимание эту табличку для Индонезии. Если же хочешь получать более 7000 долларов, бери во внимание эту табличку для Каймановых островов. Кроме этого, также выбери ту модель прогнозирования, которая тебе больше подходит. И ориентируйся на эту модель для того, чтобы понять, сколько эфиров тебе нужно накопить, чтобы выйти на эфириумную пенсию. Итак, какой из этого всего следует вывод? Во-первых, по большому счету, новости об эфириуме очень позитивные, а предположения о его будущем очень хорошие. Многие люди говорят об этом. У эфириума огромный долгосрочный потенциал и высокая вероятность успеха. Во-вторых, многие говорят, что к 2030 эфир может стоить вообще 100 тысяч долларов. Это намного больше, чем предполагают модели, о которых я рассказал в этом видео. Но, как я уже сказал, я люблю быть консервативным. Рауль Паль заявил, что по закону Меткалфа эфириум должен достигнуть 20 тысяч долларов уже в этом бычьем цикле. Я же буду рад, если он вырастет до 12 тысяч 800 долларов к 2030. Не забывайте, что в июне и июле прошлого года мы покупали эфириум по 300 долларов с копейками, а сейчас он уже стоит почти 2000. Так что все может быть. И в-третьих, важный вопрос, а доживет ли эфириум до 2030 года вообще? На данный момент он не выживает, ребята. Он процветает, несмотря на все свои проблемы, как ни странно. Эфириум это наиболее популярная платформа смарт-контрактов на планете. Сейчас у него около 2500 разработчиков. Намного больше, чем у любого другого проекта в мире. Вдумайся, в эфириуме находится больше биткоина, чем в Lightning Network. Это протокол, который был создан именно для биткоина, для того, чтобы повысить скорость его транзакций и масштабируемость его сети. Это забавный факт. А меня зовут богатейший Дин. На этом все. Если видео было полезным, не забудь поставить лайк. У меня глаза вылезли из орбит, пока я его делал. Зрение сказала мне до свидания. О тебе я говорю, богатей. Не забудь подписаться на канал, телеграмм, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поделиться видео с друзьями и прокомментировать. Все. Теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok